Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели! В эфире наша традиционная программа «Информационная война». Сегодня 20 ноября, 546-546 телефон в студии. Можно звонить, задавать любые вопросы по разным аспектам информационной работы с населением. А сегодняшний выпуск программы, конечно же, будет посвящен прежде всего терроризму. Сегодня в Москве прошло совместное заседание сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы под председательством Сергея Нарышкина и Валентины Матвиенко, в котором обсуждались вопросы усиления борьбы с терроризмом. И вообще, вот впервые проводится такое собрание. На нем было озвучено несколько ключевых идей, которые на самом деле являются озвучиванием того, к чему идет мир. Терроризм как само явление и необходимость проведения даже такого достаточно уникального совместного заседания законодателей Российской Федерации, терроризм сам по себе это достаточно интересное явление, которое, в общем-то, на поверхности не лежит. Любой военный человек, который хоть раз читал учебники о диверсионной работе или о других вещах, он знает, что такое словосочетание ЧВК, частная военная компания. И все прекрасно понимают, что частная военная компания или террористическая организация это всего лишь навсего и регулярная армия какого-либо государства, либо группы государств. Дело в том, что современные войны, они на самом деле достаточно капиталоемкие, и одна баллистическая ракета, например, по стоимости превышает, ну, в несколько десятков раз, например, стоимость того танка, по которому она может быть применена. И воевать армия на армию между государствами даже экономически невыгодно. Но вдруг стало понятно, это было понятно не в 20-м и не в 21-м веке. Частные военные компании и террористические группы по истории вооруженных сил, они применялись и в 19-м, и в 18-м веках, и так далее, и так далее. Это ирегулярная армия, которая под чужим флагом, имея финансирование, она начинает решать какие-либо задачи на территории вражеского государства без объявления войны. И фактически, вот все, что происходит в Ливии, все, что происходит в Сирии, или, например, в том же Йемене, это есть необъявленная война, которая проводится с применением ирегулярной армии одного или нескольких государств, которые финансируют, вливают деньги, которые позволяют этим террористическим группам грабить не только, например, ресурсы, ну, это что касается, например, нефтяных залежей Ирака или Сирии, но начинать заниматься грабежом, например, исторических ценностей, которые в Сирии, ну, огромное количество, достаточно вспомнить город Пальмиру, который является колыбелью вообще средиземноморской цивилизации по многим параметрам. И сама торговля даже вот такими артефактами, это достаточно колоссальные ресурсы, есть покупатели на эти артефакты, есть деньги и, соответственно, есть ресурсы. Любая война, это прежде всего расчет сил и средств, это прежде всего снабжение. Любая война, это огромное количество материальных, продовольственных, финансовых боеприпасов, боекомплектов. И поэтому частная военная компания, террористическая организация, они либо привязываются к каким-то странам, которые дают им территорию или коридоры на границе, либо получают оттуда финансирование. И если с этой точки зрения посмотреть на то, что происходило, например, на территории Российской Федерации в 90-е годы, вот серия войн на Северном Кавказе, посмотреть на все локальные конфликты пограничные и так далее, и так далее, то вот в этой логике становится понятным, что вообще происходит на белом свете. Но основная проблема заключается вот в чем. Когда те страны, которые дали толчок для развития вот этих частных военных компаний, которые в свою очередь породили террористические группы, как правило, эти террористические организации, подразделения, они возникают на тех территориях, где совершенно искусственно сопредельные страны, понижается уровень жизни, и взрослое мужское население, особенно молодежь, которой нечем заняться, а энергии выше крыши, эти люди идут и вербуются в достаточно дешевые боевики, которые значительно, тысяча боевиков дешевле, чем, например, крылатая ракета «Тамагав», которая может, например, там разнести какую-нибудь военную базу. Но тысяча боевиков, разбитые, например, на 10 сотен, они могут решить задачу уничтожения инфраструктуры сопредельного государства, вырезания населения. Это вот я перечисляю вложенные задачи. Особенно если у этих боевиков есть камеры, есть журналисты, они могут это снять, причем переодевшись в другую форму, отдать какой-нибудь Аль-Джазире, чтобы выпустить серию репортажей о том, что здесь правительственные войска занимаются геноцидом собственного населения, и таким образом создать международный конфликт, который привлекает внимание и привлекает внешних игроков. И дальше уже можно иметь большое поле для маневра. Вот терроризм с этой точки зрения достаточно опасная вещь. И он на самом деле, вот когда ИГИЛ стал оперировать колоссальными объемами нефти, денежных ресурсов, он вырос из того, что это частная военная компания, и теперь он может играть совершенно другие роли, которые на самом деле ставят под вопрос существования стран-первичных доноров. У нас есть первый звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормы по санкциям? Когда их водить? На каком основании или что? Еще раз повторите вопрос. Ни слова не понял. Еще раз вопрос не спеша. Я вопрос по санкциям. Есть ли какие-то нормы, когда их водить? Нормы чего? Не понял. Санкции, санкции. Санкции. Ну санкции, что санкции? Нет, на основании чего их водить? Задайте полный предложением вопрос, ну честное слово. Ну просто, какие санкции, что водить? Ну любые санкции. Это вот обязательно Россия опять ввести санкции. Вот на каком основании? А, вот теперь понял, да. Слово Россия сказали, стало понятно. Там же есть и контрсанкции. Вообще-то на заседании Совбеза ООН было принято постановление, во всяком случае обсуждалось, связанное с тем, что экономические санкции в одностороннем порядке являются неприемлемым инструментом в политике. Но после Ж-20 некоторые главы западных государств договорились, что они санкции против России продлят. На самом деле я предлагаю к санкциям относиться спокойно. Во многом это палка о двух концах. То, что нас отрезали от финансирования, и наша банковская система не имеет дешевых кредитных ресурсов, которые, как правило, брались на Западе, сейчас компенсируется тем, что у нас есть плечо на Востоке. Но с другой стороны, все, что касается, например, наших контрсанкций продовольственных, я вот буквально сегодня видел интервью с одним сыропроизводителем в одном из регионов Российской Федерации, который уже начал расширять свое производство, он говорит, я просто день и ночь читаю отчина, чтобы наши контрсанкции против Запада не прекратились никогда. А это позволяет, во-первых, вот этот дешевый импорт, это связано, во-первых, еще и с климатическими условиями. Дело в том, что чем ближе к Атлантике, тем мягче климат, и себестоимость на производство, например, килограмма мяса и килограмма сыра, она ниже. Соответственно, там есть конкурентное преимущество на любой вид продовольствия, которые, поставляясь на территорию Российской Федерации, не имея, например, таможенных барьеров, сразу же задавливают местное производство. А представьте себе производство мяса или чего-то еще, например, в зоне вечной мерзлоты. Мы с вами должны защищать свой рынок и санкции, и контрсанкции. На самом деле, сейчас помогают и сплотить общество, и помочь нашим отечественным производителям наконец-то отбиться от вот этого 25-летнего импорта, когда границы были открыты, а все наши производства легли. В этом есть и хорошая составляющая. А что касается финансовых санкций, очень длинный разговор, как-нибудь посвятим этому целую программу. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Добрый вечер, меня зовут Алексей, я из Алушты. Слушаем. И вот что я вас хотел спросить. Сегодня появилась новость в том, что в Кувейте были задержаны пособники террористов, которые закупали ПЗРК на Украине для ИГИЛ. И я хотел узнать, по-моему, Россия должна принять соответствующие контрмеры по отношению к Украине. То есть какие действия, по-вашему, должны быть приняты со стороны России в данной ситуации, когда становится ясно, что Украина непосредственно поставляла оружие террористической организации? Понятно. Вопрос непростой. На самом деле Украина, собственно говоря, нужно понять, что такое Украина в данном контексте. То, что с территории Украины отдельные, вольнонаемные, служащие, например, в погонах офицеры определенных западных или ЧВК, или армии, действуют в соответствии со своими приказами своего командования, это понятно. Украину я предлагаю рассматривать в двух ипостасях. Во-первых, это территория, на которой живет примерно 30 миллионов населения на сегодняшний день, у которой это страна. То есть она называется Украина. Там 30 миллионов таких же людей, как и мы, слегка с промытыми мозгами, но в целом это территория с каким-то своим самоуправлением. И есть корпорация по управлению этой территорией. Собственно говоря, ее представляет Порошенко и вся эта клика, которая совершила государственный переворот. Так вот, если говорить об Украине как о корпорации, то действительно это абсолютно безвольная структура, которая является ставленниками, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, а по соглашению об ассоциации с ЕС частично и Евросоюза, и они исполняют то, что им прикажут. А воевать с Украиной, напрягать всю страну и все население, я вас уверяю, там люди напряжены достаточно сильно. А подыграть, ведь тут же многоходовая игра. Тут, что мы не сделаем против Украины, не разбирая людей и корпорацию, это будет все направлено на то, что население и так недофинансировано, а оно начнет еще быстрее вымирать. Поэтому здесь более тонкая игра, когда мы маневрируем. То есть у нас есть оперативно-дипломатические каналы, при помощи которых мы можем в любой точке мира, используя наши специальные войска, мы можем решать разные задачи, и на это у нас есть и доктрина, и есть законодательные возможности. С другой стороны, мы, используя даже свое влияние на Запад, как митрополию, материнскую плату всего, что происходит на Украине, мы можем влиять косвенно. Кроме того, сейчас очень многие элиты западных стран понимают, что вот эта ситуация, в которой оказалась Европа, она ведет к тому, что если будет проведена наземная операция по инициативе Соединенных Штатов Америки в Сирии, например, в которой косвенно украинские спецслужбы там будут участвовать, то это вызовет вал. Такой вал иммигрантов, его оценивают в 60 миллионов. Этот вал просто снесет ресурсную устойчивость Европы, и Европа, в общем-то, станет на грань уничтожения. То есть американцы открыто говорят, что придет время, когда границы европейских государств будут пересмотрены, и возникнет ситуация, при которой будут образовываться новые нации. То есть вот этот вот вал исламских беженцев, которые придут на христианскую землю, он приведет только к братоубийственной войне, которая рано или поздно закончится, но на новых условиях. В этой ситуации ваш вопрос относительно, что сделать с Украиной, там все делается. Просто не все оглашается. Безусловно, территория Украины сейчас используется как площадка подскока для некоторых транспортов. Безусловно, вооруженный потенциал бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, все вот эти арсеналы, они тоже используются. Но в любом случае, в лоб, вот дипломатический, ах так, мы сделаем вот так, этот вопрос нельзя решать, потому что по факту, как ни крути, 30 миллионов украинского населения находится в заложниках в результате государственного переворота и скрытой иностранной оккупации. Потому что вот все эти правый сектор, все эти террористические организации, запрещенные на территории, например, нашей страны, это и есть ирегулярная армия западных стран, которые вторглись на территорию Украины, и сейчас наше население, 30 миллионов, там находятся в оккупации. Поэтому здесь все тоньше и не так, ну, односторонне. Есть еще один звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый, это Александр Симферополя. Очень приятно. Вопрос такой, ну, не вопрос, а, может, тирана будет в какой-то степени. То Советский Союз, это был довольно-таки высокотехнологичной державой, как напомним. Значит, несмотря на то, что мы плотно сидели в 90-х уже на нефтяной игре, ну, и горбатый со своей горбостройкой, конечно, вы понимаете, о чем я, конечно. Так вот, значит, по поводу санкций и импортозамещения. В свое время у нас была очень даже неплохая электроника. Насколько я читал, у нас до сих пор вроде в России сохранились персональные компьютеры SKIF, которые работают на операционной системе Alt Linux, есть такие. У нас были в свое время суперкомпьютеры Alt Bruce, у которых не двоичная логика была, как у обычных компьютеров IBM-овских, а троичная. И уступали они очень ненамного американским, у всем этим AMD, IBM и прочим. Вопрос. Значит, после всех этих перестоечных погромов и дальнейших реформ, восстанавливается ли все это сейчас? По-моему, сейчас шанс уникальный в этом отношении. Это во-первых. Во-вторых, увязываясь тем, о чем я говорил в прошлый раз, об системе образования, предлагаю следующее. Сделать закрытые образовательные центры, где будут готовиться уже элита, инженерная суперэлита следующего поколения, следующего, и выискивать талантливую молодежь, у которой не только чипсы и ночные клубы в голове, и которые не могут причинно-следственную связь установить. Элементарно. Ну, вы понимаете, о ком я речь иду. Выискивать действительно талантливую молодежь, значит, которая по-настоящему талантлива, самородки, и обучать их в данных закрытых инженерных центрах. Потому что про дефицит инженерных кадров у нас сейчас говорят очень многие. Начиная от того, что дефицит просто шлисарей и токарей, которые и кончают инженерами. Спасибо за внимание. Да, дельное предложение я вам скажу. Я во многом его разделяю, кроме вот одного маленького нюанса. Ну, относительно первой части вопроса, есть ли у нас заделы по электронике, по... Мое первое образование, я инженер радиоэлектроники, и, в общем-то, микроэлектроники, диплом получал в 88-м году, и, в общем-то, понимаю, о чем вы говорите, и понимаю разницу между двоичной логикой, плюс-минус, или троичной логикой. Речь идет о русской когнитивной информационной технологии, которая разрабатывалась еще во времена Советского Союза, когда троичная машина, и она, в общем-то, выбирает еще вероятностный третий путь. Это как у человека, да? Материальное благо, духовное, а есть гармоничный третий путь, так же и с компьютерами. То есть я вам скажу, что вот эти системы, С-300, С-400 и другие инновационные системы вооружения, они на самом деле заложены были еще во времена Советского Союза, и было сохранено и специалисты-носители технологий, и документация, и просто ждали подходящего часа. С чем я не соглашусь с вами? Словом «закрытые». Дело в том, что как только мы с вами начнем воспитывать закрытую элиту, немногочисленную, и не будем опираться на людей, которым огласим цели, задачи, и куда мы будем идти, это ровным счетом означает, что старые элиты это воспримут в штыки, и они просто подумают, что в будущем им места нет. А это вызывает конфликты, это означает, усложняет оперативное управление этим проектом. Я предлагаю слово «закрытые» убрать и сделать так, чтобы инженеры, и гуманитарии, и управленцы, особенно управленцы, умеющие управлять суперсистемами социальными, умеющие сглаживать конфликты, умеющие сонаправлять цели разных людей, причем людей разных социальных слоев, и элитарных, и неэлитарных, и образовывать все население, особенно молодежь, таким образом, чтобы люди умели не только, и представления имели тягу не только, например, к микроэлектронике, но и к тем же рабочим специальностям, которые на самом деле уже сегодня являются высокодоходными. Токарь, фрезеровщик, слесарь, то, что было у нас заложено в системе ПТУ, а потом было порушено, потому что производств не осталось. Вот сейчас нужно создавать производство, причем вокруг каждого города, каждого районного центра, каждого населенного пункта, нужно создавать производство, которым требуются такие кадры. И тогда возникнет ситуация, при которой сама система начнет самонастраиваться, у людей появятся новые источники дохода, и, собственно говоря, сама проблема будет решена. Наша задача, вот если вернуться к контрсанциям по продовольствию, она еще в чем состоит? Советский Союз имел серьезные таможенные барьеры для борьбы с дешевым импортом. Ну, например, килограмм дешевой говядины, которая выращивается совершенно без затрат в Новой Зеландии, ну, ходят там по пастбищам эти быки, их загоняют на корабли, эти корабли плывут в Европу, их на кораблях разделывают, получается килограмм говядины, который стоит один доллар. Как только от портов Франции идем севернее, в Польше уже стоит три доллара, а, например, за Уралом там все семь. Отсюда и необходимость защиты. Но это то, что касается продовольствия. А теперь давайте возьмем все высокотехнологические отрасли. У нас сейчас, получается, мы развиваем вооружение, поскольку это достаточно закрытая отрасль, и она вообще не имеет отношения к таможенным, например, барьерам. Но если, например, развивать бытовую электронику, бытовую технику, и, соответственно, закрывать таможенные границы, это очень не понравится международным, там, разным транснациональным корпорациям, это вызовет достаточно серьезные и переговорные, и конфликтные ситуации. Но, тем не менее, если иметь такую цель, то тогда появится спрос на руки и мозги. Спроса сейчас нет. Сейчас есть перепроизводство, фактически, с экономической точки зрения, людей, которые непрекаянно не имеют, ну, лишнее поколение. Вот помните, в школе мы с вами учили Евгения Онегин, там, Пушкин, вся эта литература первой половины 19 века о лишних людях. Примерно та же самая ситуация. Дети рождаются, учатся там на офис менеджеров, а на самом деле ни экономического выхлопа, ни себе заработать никто толком не имеет, потому что плотность производства в стране занижена. Только из-за того, что с западной стороны, и с восточной, и с южной, нет таможенных барьеров для того, чтобы бороться с дешевым конкурирующим товаром. И вот здесь все становится тогда понятно. Безусловно, нужно и менять систему образования, нужно повышать прикладной характер образования, не вообще в теории рассуждать о математике, физике, а прежде всего с прикладных точек зрения. Нужно развивать развитие вот этого, знаете, экологичного дома, когда домохозяйство может вырабатывать электроэнергию, добывать из воздуха примерно 60 литров пресной воды только за счет вот этих технологий. Ну, знаете, разница в пластины, разница в 40 градусов. Роса выпадает на сетки рабицы по всему забору, собирается, и 60 литров пресной воды добывается, неважно, далеко водоемы, недалеко. Эти технологии все есть, их тоже можно развивать. Тоже нужно готовить специалистов. И производить такие установки для того, чтобы был экологичный дом, тоже нужно. То есть с этой точки зрения вообще поле для деятельности колоссальное. нужно это все описать. Ну, то есть вот вы эту идею предложили, напишите статью, я ее помогу разместить. Нужно огласить социальный заказ на то, что мы меняем систему образования. Мы ее корректируем, мы ее не меняем. Мы ее чуть-чуть поворачиваем в сторону того, чтобы наши человеческие ресурсы, человеческий капитал был более образованным, более грамотным, более производительным и эффективным. И тогда мы с вами победим при любых раскладах. Да, ушли мы немножко от темы терроризма, но это, наверное, и к лучшему. Потому что о террористах говорить, это, знаете, немножко депрессивно и чердушно. А говорить о светлом будущем, как будут жить наши дети и внуки, это намного и приятнее, и производительнее. Но вкратце хочу сказать следующее. Вот это разница в планировании, когда некоторые западные и южные государства, особенно те, которые из Персидского залива, когда они закладывались на создание всевозможных террористических организаций, воюющих в Ираке и в Сирии, они строили планы, связанные прежде всего с достижением тактических целей. Что они преследовали? Им нужна была нефть чужая, ее можно добывать за три копейки, и при этом особо не закладываться ни на что. Им нужна территория Сирии, потому что Сирия является пробкой для всего Ближнего Востока. Через ее территорию планируются все эти газо- и нефтепроводы для персидской нефти в Европу. А Европа – это рынок сбыта. Там 600 миллионов населения и платежеспособное пока что еще население. Они эту нефть могли бы покупать. Вся война идет за вот этот выход. И вот они пытаются достичь этих целей. Они вскормили боевой отряд, который называется террористические организации, посадили на эти нефтяные потоки, профинансировали, дали оружие, а дальше произошел достаточно интересный кульбит. Этот монстр сам стал хозрасчетно самодостаточным, и ему вот эти вот командиры, которые стартовали на старте, они уже и не нужны. А дальше перехват управления происходит по совершенно непредвиденным сценариям. И то, что происходит в Европе, на самом деле получается даже ощущение, что когда отдельные страны толкали развитие террористических организаций, они даже не просчитывали, а что будет дальше. А вот возникает ощущение, что были люди, которые просчитывали большую стратегическую глубину, которая на самом деле преследует цели уничтожения всех государств, уничтожения порядка, резкое сокращение населения, понижение технологического уровня и приведение всего человечества к состоянию, когда после всего вот этого вакханалии придет кто-то сильный, наведет порядок и установит единое мировое террористическое правительство. Вперед-назад, два шага вперед и так далее. И вот этот сценарий ужаснул элиты многих стран, в результате чего сейчас Запад начал понимать, вспоминаем фразу президента Российской Федерации Путина на Генассамблее ООН. Но теперь-то вы поняли, что вы натворили. Вот примерно речь сегодня ведется во всех столицах мира об этом. А встретимся с вами в понедельник, в среду и в пятницу в обычное время в 17.30. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова